В этом году всероссийская акция «Музейная ночь» посвящена году педагога и наставника и пройдет под общим названием «История и истории». В нашем городе будет работать множество локаций. По традиции всех желающих ждут в Бийском краеведческом музее. К мероприятию готовятся в двух зданиях. Так в музее Чуйского тракта программу назвали «Большая перемена». Здесь посетители этой ночи ждут интересное обучение от классного часа до выпускного. То есть пройдет эта ночь в виде импровизированных уроков, где посетители ночи узнают много интересного из истории города, из истории коллекции. В усадьбе Осаново в историческом отделе программа пройдет по мотивам сказок «Аленький цветочек, хождение за три моря, красавица и чудовище». В здании разместятся ярмарки, восточные базары, где сотрудники музея и приглашенные мастера будут рассказывать о диковинных предметах. Там же разместится сцена. Посетители смогут увидеть восточные, индийские танцы, послушать выступления фолк-группы. Во дворе усадьбы будут работать различные мастер-классы. Ну и кульминацией нашего такого мероприятия, посвященного сказке, станет нахождение «Аленького цветочка». То есть все посетители ночи должны пройти через чащу нашего таинственного подвала, пройти, отгадав разные загадки, выйти в таинственный сад и там найти «Аленький цветочек», который в эту ночь расцветет и исполнит все самые заветные желания. Дебютантом Всероссийской акции станет музей истории Алтайской духовной миссии. Основная часть праздника состоится на площади. Там пройдет концерт. В рамках мероприятия будут открыты знаменитые архиерейские погреба. Можно будет прогуляться по потайным лестницам. Кроме того, Бийский клуб ретроавтомобилистов представит уникальные машины советского и зарубежного автопрома 20 века. Своё творчество покажут ремесленники. Будут работать военно-патриотические клубы и клуб исторической реконструкции. Для гостей откроют два здания, а это 30 залов экспозиций и тематических выставок. Будут работать у нас две музыкальные гостиные, где бичане смогут услышать классическую музыку бийских молодых исполнителей. Вечер романцев состоится в выставочном центре бийского архиерейского подворья. А в храме святителя Дмитрия Ростовского хор церковный исполнит пасхальные духовные песнопения. Еще одной площадкой ночи музеев станет городской дворец культуры. Программа там на неведомых дорожках погрузит гостей в мир сказок Пушкина и атмосферу волшебства. Гости смогут поиграть с любимыми героями и совершить экскурсию по дворцу. На площади ГДК по правую сторону от фонтана свою программу по мотивам древнеяпонской повести представит клуб исторической реконструкции «Клан Токеда». Пришедшие смогут поучаствовать в состязании лучников, принять участие в японских играх и мастер-классах, в том числе по японской традиционной каллиграфии. Вместе с нами принимают участие в программе клуб «Наследие». Они представят начало 18 века. Можно будет увидеть экипировку солдат времен Северной войны, увидеть полевой военный лагерь времен Северной войны. То есть Петровская эпоха – это клуб для нас во многом, хотя это люди, давно занимающиеся в городе исторической реконструкцией, но они впервые участвуют именно как клуб «Наследие», и они работают по началу 18-го столетия. Это время основания города, то есть это очень интересная тема. Мероприятия интересные и стоят внимания. Какие локации посетить – решать вам. Однако при желании можно побывать понемногу на каждой площадке. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни.